Здравствуйте! Сегодня давайте начнем наш сегодняшний урок. Это у нас пятый урок. И сегодня мы с вами будем проходить тему под названием условия. Как вы знаете, вся наша жизнь состоит из различных условий. Например, при выполнении какого-либо определенного задания мы можем достичь чего-либо. А если мы не выполним, то у нас будут различные методы или же средства, по которым мы можем достичь своей цели. И в сегодняшнем уроке мы создадим такую программу, которая поможет вам, например, пройти какой-либо тест. Вы можете это сделать для себя. Это может быть тест по математике, тест по английскому языку и так далее. А сегодняшняя наша тема, мы создадим такую программу, в которой это будет как ментальная математика. У нас будет два поля, в котором мы должны... Там рандомно будут выходить числа, и мы должны сами сюда ввести ответ. Вот такое вот приложение мы с вами сегодня создадим. Давайте тогда начнем. Для этого что мы сделаем? Возьмем горизонтальное расположение, и внутри этого горизонтального расположения у нас будут наши рандомные числа. То есть программа будет автоматически задавать какие-либо числа, которым потом пользователь должен найти ответ. Например, 5 плюс 6, мы должны сейчас сюда ввести 11. Мы создадим такое приложение, в котором, если вы введете правильный ответ, у вас скажут, что вы молодец. Если же вдруг будет что-то неправильно, то вам дадут шанс, чтобы вы смогли еще раз угадать то число, которое было здесь написано. Для этого нам потребуется надпись. Здесь будет выходить наше рандомное число. Нам нужно поле, куда мы будем вводить наш ответ. И, конечно же, кнопочка, которая нам поможет в проверке нашего задания. И потом, каждый раз, когда вы будете это все делать, чтобы указать, правильно ли вы ответили или же нет, нам потребуется уведомитель, который будет нам уведомлять, что мы сделали все правильно. По своему желанию, для каждого правильного ответа вы можете поздравлять и добавлять какое-либо число, но это уже в последующем вы можете взять и улучшить свою программу. Так, давайте начнем. Текст на надпись 1 я сделаю его большим, чтобы было все хорошо понятно. Значит, размер я сделаю 25. И потом, пока что текст для надписи 1, я это все уберу. И пока что я напишу там математика. Вот, и все. Все, и это слово я хочу, чтобы все у меня выходило по центру, чтобы это все выглядело красиво. Из-за этого мы должны выровнять по горизонтали и выровнять по вертикали. Центр. И обратите внимание, когда я выровняла все по горизонтали, по вертикали, у меня все вышло в центре, но слово математика, оно не оказалось здесь. Но я хочу, чтобы оно было здесь. Даже если я поменяла, это оно не поменяло свое местоположение, потому что родителям этого компонента будет считаться горизонтальное расположение 1. То есть, если вы хотите, чтобы вот это слово у вас выходило в серединке, вы должны обращать внимание на горизонтальное расположение, то есть на расположение, в котором оно помещается. И его тоже я сделаю в центре. Вот так. Вот сюда подсказку я уберу и сделаю, что сюда мы должны вводить наш ответ, его тоже сделаю побольше. А потом у нас будет кнопочка чек. Чек для того, чтобы мы смогли проверить, правильно ли мы ввели ответ или же нет. Вот так. На этом, как вы видите, мы закончили наш дизайн. Девочки, если среди вас есть те, которые повторяют за мной, напишите мне, я буду стараться давать вам время, чтобы вы успели. Окей, все. Теперь смотрите. Темы я сразу с классического переведу на device default. И давайте теперь начнем работать с нашими блоками. В первую очередь, что у нас должно происходить? Когда у нас откроется это окно, вот здесь вместо слова math должны выходить рандомные два числа. И на первом экране мы сделаем так, чтобы наша программа выводила нам два рандомных числа, и мы должны найти сумму этого числа. Для этого что мы сделаем? В OpenVentory есть такое свойство, то есть блок, который находится в математике, и он называется RandomInteger. Называется RandomInteger, и он находится здесь. На английском это будет RandomInteger, а на русском случайное целое число в диапазоне. Для начала мы сделаем такое приложение, которое будет хорошо для детей, например, детей от 5 до 8 лет, для развития их ментального мышления. Для этого, чтобы найти сумму двух чисел, я буду использовать диапазон от 1 до 10. То есть этот блок поможет нам для того, чтобы этот блок будет загадывать любое случайное число от 1 до 10. То есть 11, число 15 или же 20 он не будет загадывать, потому что максимум число, которое он может загадать, это 10, а минимум число, которое он может загадать, это единица. Вот и всё. Теперь что мы сделаем? Когда экран наш инициализируется, мы должны сделать так, чтобы на экране эти два рандомных числа, чтобы мы могли их увидеть. Значит, берём этот блок. Смотрите, иногда при создании любых приложений вы хотите, чтобы когда экран открывался, происходил какой-нибудь, не знаю, элемент или же что-то происходило, когда только экран открывается. В этом случае вы должны использовать именно этот блок, когда экран 1 инициализируется. Он находится внутри Screen1 и является третьим событием по счёту. Вот оно. И в моём случае я хочу, чтобы уже, когда моё приложение работало, я хочу, чтобы на экране у меня выходили эти два случайные числа. Вот. Значит, смотрите, в прошлый раз мы с вами проходили перемены, и сегодня мы их тоже будем использовать. И при помощи этих переменок мы сохраним эти два рандомных числа. Значит, вот я создаю мою переменную, захожу в перемены, и оттуда беру инициализировать глобальное имя. По своему желанию я переименую переменную на number1, то есть это будет моё первое число перемены, а вторую переменную я переименую как number2, то есть это будет моё второе число. Number2. И как вы видите, в эту коробочку мы будем хранить с вами числа. Из-за этого из математики я беру число, вот ноль, и вставляю сюда. То есть этим я указываю, что в этой данной коробке я буду хранить только числа, никакой текст или же что-то в этом роде, кроме чисел, вы не можете ничего там хранить. Теперь что мы сделаем? Когда экран инициализируется, мы возьмём сеттер первого числа и сеттер второго числа, и туда присвоим наш блок, случайное число в диапазоне от 1 до 10. То есть в этом случае что у нас будет происходить? Программа автоматически загадает число от 1 до 10, вот в первой строчке, и сохранит это в глобальную переменную, скажем, например, число 6. И потом перейдёт во вторую строчку. Во второй строчке тоже программа опять загадает случайное число в диапазоне от 1 до 10, например, 7, и сохранит в глобальную переменную под номером 2. И представьте, после того, как сработает этот блок, переменный номер 1 будет храниться число 6, переменный 2 будет храниться число 7. И наша задача — это мы должны угадать это случайное число. Но для этого, в первую очередь, мы должны сперва найти их сумму, то есть сумму этих двух чисел. Как вы помните, когда мы работали над темой калькулятор, в этот раз мы с вами тогда проходили блок под названием вот это — PLUS. И этот блок поможет нам для того, чтобы мы смогли найти сумму двух чисел. Для этого я опять создаю новую переменную под названием SUM, и в эту переменную я буду хранить тоже числа, то есть в этой переменной будет находиться сумма этих двух чисел. То есть что происходит? Программа загадывает первое число, программа загадывает второе число, а после уже загадывания она находит сумму этих двух чисел. И после загадывания, как вы видите, мы храним эти числа внутри наших переменных. Из-за этого я беру GETR, вот так, и вставляю его сюда. Но если вдруг мы возьмем и скачаем это приложение, оно все будет работать правильно, но вы не узнаете, работает ли это наша программа или же нет. Это почему так происходит? Потому что мы загадываем это число и сохраняем ее в невидимую коробку. То есть блоки, конечно же, вы не можете увидеть. И для того, чтобы пользователь смог это все увидеть, мы должны это показать нашему пользователю. Из-за этого что мы сделаем? Любое число, которое оно загадает, первое или же второе, мы должны это показать вместо надписи 1. Вот так. Я беру надпись 1 текст, и туда, там я должна показать мои тексты, то есть мой текст, который, рандомное число, которое я туда написала. И для этого я буду использовать компонент Join. То есть что у меня должно происходить? Я должна показать на экране два числа, которые были загаданы. В этом случае это, например, 6 плюс между ними, то есть человек должен найти сумму двух чисел. и добавляю, при нажатии на эту гаечку выходит такое окно, добавляю третью ячейку для нашего второго числа. Вот и все. Как вы видите, у меня уже теперь получился такой красивый блок, в котором у меня программа автоматически загадывает эти числа и показывает у нас на экране. Теперь следующая наша задача, это, конечно же, наши условия, то есть условия, в которых мы будем проверять, правильно ли мы ответили на вопрос или же нет. Для этого что мы будем делать? Обратите внимание, в дизайнере, когда мы это все создавали, программа будет работать только в том случае, если вы нажмете на кнопку Check. То есть мы нажимаем на кнопку Check. До этого вы должны, конечно же, ввести сумму этих двух чисел. Нажимаете на кнопку Check, и уведомитель будет показывать, мы ответили правильно или же нет. Для этого что мы делаем? Теперь следующее, что мы должны сделать, это проверить условия, работает ли наша программа верно или же нет. Для этого я беру событие нашей кнопочки 1, когда кнопка 1, щелчок, и здесь уже мы должны с вами проверить условия. Условия тоже, они очень легкие, они находятся внутри управления, вот они здесь, и как они все работают. Принцип работы условий очень прост. Например, как вы знаете, в нашей жизни, вот многие из вас, я думаю, что учатся в школах или же преподают, работают где-то, и для того, чтобы что-то сделать, нам потребуется время, конечно же, наши деньги или же еще что-то вроде этого. И сегодня я вам хочу показать вот такое вот условие простое. Я сейчас нарисую, попробую вам объяснить, что вообще будет происходить в нашей программе, как оно будет работать в нашем случае. так, вот смотрите. В нашем примере что происходит? Наше приложение загадывает какое-то число. Вот, скажем, сумма этого числа будет равняться, это, например, скажем, мое приложение загадает число 6 плюс 7, найдет сумму, как вы знаете, 6 плюс 7 равняется 13. Вот. Число 13. После этого что происходит? Число 13 – это тот ответ, который выдает вам программа, то есть наш робот. Так, если представить. А потом у нас в текстовом поле 1, это наше текстовое поле 1, в это текстовое поле 1 мы должны сами ввести то число, которое мы предполагаем. То есть сумма этих двух чисел, предположительно, мы говорим, например, 13. Если вот здесь мы введем это число 13, что произойдет в нашем случае? После этого будет работать наше условие. В этом случае что будет происходить? То число, которое было введено пользователем, то есть вот им, и то число, которое было найдено программой, если они равны, то условие будет верным, и мы скажем, что он молодец. Если же нет, то в этом случае у нас условие не выполняется, и мы сделаем так, чтобы наша программа показала нам ошибку или же предупредила, что мы сделали неправильно. То есть обычно будет происходить вот такое вот условие. Если 13 равняется 13, то мы в этом случае будет работать блок, и мы скажем, например, correct, то есть что все правильно. А если же вдруг, например, 13 равняется 12, это будет неверным ответом. В этом случае ответ из-за того, что это число не равняется, мы скажем, что wrong, то есть ответ неправильный. То есть условия будут, они работают вот в таком виде. Для начала мы с вами пройдем простой вид условий. Для этого давайте сейчас это начнем. Вот смотрите, у нас есть условие. Если это условие выполнится, то мы перейдем вот в эту строчку, а потом мы еще, если оно не выполнится, тогда мы сейчас покажем другой ответ. Для того, чтобы проверить наш ответ с тем ответом, который нашла наша программа, и оно хранится в глобальной переменной SAO, для этого мы должны зайти в математику и оттуда взять вот этот equal sign, то есть знак равенства. Значит, это что значит? Если первое число, то есть сумма равняется тому числу, которое вы ввели, то ответ будет правильным. И захожу в переменной, и оттуда беру геттер, который отвечает, и который хранит в себе сумму двух чисел. Эта сумма, это сам будет нашим правильным ответом, то есть программа же знает сумму этих двух чисел. А вот сюда мы введем то число, которое мы сами ввели. Текст 1, текст сюда я введу. То есть у нас будет происходить что? То число, которое мы загадали, и то число, которое загадала программа, если они верны, то в этом случае мы покажем, что ответ у нас правильный. Умида, извиняюсь, не видно нам ваш этот экран. Нам только вот этот экран видно, который вы на сцене же. Да, всё, всё. Спасибо. Вот что я сделала? Я из математики достала знак равенства, вот оно. И здесь я уже начинаю проверять условия. Если в текстовом поле 1, то есть ответ, который я ввожу, равняется тому ответу, который выдала нам программа, то в этом случае мы должны поздравить нашего пользователя и сказать, что он правильно ответил. И покажем мы ему, что он ответил правильно, и за это я напишу слово correct. Как вы знаете, после того, как вышел правильный ответ, обычно мы переходим на второй уровень. То есть в нашем случае программа опять должна загадать новое число. Для этого, что вы можете сделать, не обязательно писать вот эти все блоки. Просто-напросто скопируйте их, создадите копию и пост поставьте после уведомителя. Но в этом случае, пожалуйста, будьте внимательны и сделайте так, чтобы эти все блоки были внутри условия если то. То есть вот сюда, если вы подставите, это будет неправильно. Нужно ставить внутреннее условие. Почему? Потому что мы загадываем новое число только в том случае, если пользователь ответит правильно. Если же он ответит неправильно, то мы не должны загадывать новое число. Вот и все. И представим, что мы сейчас только что разобрали ответ, верный ответ, но бывает так, что пользователь может ответить и неправильно. В этом случае, чтобы это все исправить, мы должны добавить слово иначе. то есть если это условие, вот это условие выполняется, у нас работают вот эти пять блоков. Если же, например, это условие не выполняется, то вот программа просто-напросто забывает, проходится, потому что условие не выполняется и переходит слово иначе. То в этом случае мы должны с вами показать, что ответ неверный. Вот так. И сказать, что ответ неверный. Теперь, пожалуйста, посмотрите на экран и скажите, если у вас у кого-то есть вопросы, пожалуйста, можете задавать по блокам или же по дизайну. и я постараюсь на них ответить. Я думаю, что всем было понятно. То есть, как вы видите, мы разобрали этот пример. Это был наш первый самый экран. И в этом экране мы сделали, то есть создали приложение, которое загадывает два случайных числа, находят их сумму, и это будет как игра, которая поможет ребёнку развить свою математику. Теперь давайте продолжим наш урок. И во второй части нашего урока я хотела бы вам показать приложение с использованием, конечно же, условий. Но в этом случае мы будем использовать другое условие. В этом случае мы простое условие выполнили. Если ответ правильный, то что-то, если нет, то иначе. Но бывает так, что для выполнения одной задачи у вас может быть несколько, например, вариантов. Ну, например, как в школе, если я приведу пример, если, например, вы ответите на все вопросы, то есть вы можете получить пятерку. Если вы ответите, например, на четыре из них, вы можете получить четверку. Если же вы ответите на три вопроса, вы получите тройку. Но если вы даже не ответите ни на один вопрос, то в этом случае у вас ответ будет неправильным, неверным. Из-за этого, как вы видите, от вашего ответа будет зависеть оценка, которую вы получите. То есть одно задание, но несколько решений. Для этого что мы сделаем? Я создам новый экран, второй, и в этом экране я покажу приложение, в котором мы сделаем так, чтобы приложение загадывало любое случайное число, например, от одного до ста, и создадим игру, которая будет указывать. мы, например, я загадаю число, скажем, не знаю, 50, и ваша задача найти это число. Если вы ответите правильно и скажете 50, я скажу, что вы ответили правильно, и похвалю вас. Но если вы скажете 70, то я скажу, что ваше число, которое вы загадали, больше, чем моё число, которое я хотела от вас услышать. Я думаю, что многие из вас играли в эту игру, и сейчас создадим что-то вроде этого. Для этого что мы сделаем? Давайте скачаем любое изображение, например, это будет нашим помощником. В моём случае я хочу помощник. Так. Я скачаю себе попугая Яго, который поможет мне загадывать любые случайные числа. Окей. Карту. Вот он. Значит, что будет происходить в этом приложении. Это мой помощник, который будет загадывать мне любое случайное число, и после того, как мы ответим правильно, он нас похвалит, иначе он может нас чуть-чуть поругать. Из-за этого что вы сделаете? Для этого приложения нам потребуется кнопочка Яго. Я её сразу переименую, потому что в этом случае нам потребуется несколько кнопочек. Нам потребуется текстовое поле, куда мы будем вводить любое число, и, конечно же, наша кнопочка, которая будет помогать на проверять, правильно ли мы ответили или же нет. Вот это изображение оно скачалось, я сохраню его свой компьютер. Вот так. И вместо первой кнопочки, вместо изображения я поставлю эту картинку. Загрузить файл. И из-за своего рабочего стола вы должны найти эту кнопочку, то есть эту картинку. Вот я нашла его и подставляю его на экран. Обратите внимание, у меня картинка очень огромная и ширину я сделаю на полной третий чтобы она стала меньше и высоту тоже сделаю задам это уже в процентах где-то задам 50% чтобы оно выходилось только. Текст я полностью уберу и все. На этом наш дизайн готов. Только единственный компонент который мы с вами должны добавить это уведомитель. Вот я его добавила. Теперь давайте поработаем с нашей кнопочкой Ягу. Значит как и в предыдущем задании при нажатии на кнопочку Ягу мое приложение должно загадать любое случайное число и как в том же случае мы должны зайти в математику и оттуда взять любое случайное число в диапазоне от 1 до 100. То есть в этот раз я возьму уже больший диапазон и конечно же то число которое загадывает Ягу мы где-то его сохраним. Название переменной я напишу так random integer то есть любое случайное число и там мы будем хранить данные в виде чисел. Вот так и все. Значит как и в прошлый раз случайное число которое было загадано мы будем хранить в глобальной переменной random integer и конечно после загадывания мы уведомить нашего пользователя о том что число было загадано и что он может начать отвечать или же находить то случайное число которое мы загадали то есть давайте я тогда напишу на русском языке я загадал число найди его если сможешь отгадай его вот и все теперь что мы должны сделать следующее это будет наша кнопочка 1 которая будет проверять правильно ли число которое мы вводим с чем числом который загадал яга или же нет для этого заходим в управление и опять же берем условия и теперь начинаем проверять наши условия то есть то число которое было загадано яга равняется ли тому числу который мы вводим через текстовое поле 1 если это равняется тогда мы должны поздравить нашего пользователя и сказать что число было что мы нашли ответ молодец напишу ты угадал мое число и после того как он угадает он может продолжать игру и яга опять загадывает новое число и говорит он должен сказать уведомитель выходит и предупреждает пользователя что новое число было загадано и что он может продолжить отгадывать но теперь если в предыдущий раз мы просто добавили иначе то в этом случае мы добавим иначе если обратите внимание разницу между иначе если и просто иначе иначе если это уже второе условие если это условие не выполняется оно переходит вот сюда во второй ряд если даже это условие не выполняется оно идет в третий ряд то есть если вы отвечаете на все вопросы вы получаете пятерку блок так работает иначе если вы отвечаете на четыре вопроса вы получаете четверку Иначе, если вы вообще не отвечаете, вы получаете просто двойку. То есть вот такой пример. И во второй строчке мы сделаем так, чтобы если то число, которое загадал Яко, больше, чем то число, которое загадываю я, то он должен сказать, что моё число больше. То есть я, представьте, Яко загадал число 50, а я ввожу число 15. И Яко должен сказать, что моё число больше. Иначе, если не так, то в этом случае Яко нам скажет, что его число меньше. Меньше. И всё. На этом мы закончили наши условия. Девочки, у вас есть вопросы какие-либо? Отличие. Если вы всё поняли, давайте я вам ещё покажу одну вещь, в которой каждый раз, когда вы отвечаете правильно, мы сделаем так, чтобы это выходилось на экране, чтобы вот сюда мы добавим надпись и сюда напишу баллы. То есть количество правильных ответов, на которые... Здесь будет выходить количество правильных ответов, на которые... То есть вопросы, на которые мы ответили, если так коротко сказать. И когда это должно работать? Это должно работать только в том случае, если вы отвечаете правильно. Для этого, опять же, я создаю новые перемены. И эту переменную мы переименуем. И скажем, что под названием score. Score — это будут наши баллы. И опять же туда будем хранить мы данные в виде чисел. И когда мы должны увеличивать это перемены, то есть если вы ответите правильно, то в этом случае оно должно работать. Из-за этого я блоки добавлю сюда. Что мы сделаем? Зайдём в перемены. И когда мы ответим правильно, вот здесь, когда нас Яго похвалит и скажет «Молодец, ты угадал моё число», мы сделаем так, чтобы вот этот балл, который был вначале, вначале он равняется ноль, чтобы каждый раз он увеличивался. Для этого мы создадим... Возьмём из математики блоки с плюсом. И этот балл, который хранится в глобальной переменной score, мы его будем увеличивать на 1. Вот так. И если вы просто его так оставите, балл будет увеличиваться, но он не будет выходить на экране. Для того, чтобы он выходил на экране, мы должны его подставить вместо надписи 1. То есть вместо надписи 1 текст. Зайдём в текст, и оттуда возьмём компонент «Join» — «Соединить». И у нас там будет выходить текст в виде баллов. Баллы, двоеточие. И оценку, которую мы получили. И за каждый правильный ответ мы будем получать по одному ответу, то есть по одному баллу. Я эти блоки тоже скачаю. Девочки, у кого есть какие-либо вопросы? Пожалуйста, задавайте. Отлично. Если у вас нет вопросов, на этом я сегодня закончу. Как вы видели, мы с вами создали два приложения с использованием условий. и на следующий урок, пожалуйста, создадите вот такое домашнее задание. У вас будет выглядеть вот в таком виде. Я его сейчас нарисую. Что вы должны сделать? Пожалуйста, создайте такое приложение, например, для развития английского языка. Пусть на экране выйдет какой-нибудь, не знаю, на ваше усмотрение. Если вы создаете, например, фрукты, представим, что на экране стоит яблоко. Поставьте сюда картинку яблока. И пользователь, вот здесь у нас будет ячейка для того, чтобы пользователь смог ввести свой ответ. И сюда поставьте, пожалуйста, кнопочку для проверки. В моем случае это будет кнопочка чек. Мидо нам не видно, который вы рисуете. Спасибо, Гульно, за повод. Вот смотрите, вот это будет ваш первый экран, Screen1. У вас здесь должна выйти картинка. Вот это яблоко. Это имидж, или же можно сказать картинка. Это у вас текстовое поле, куда пользователь будет вводить свой ответ. И вот здесь это кнопочка для того, чтобы проверить. Значит, когда вы нажмете на эту кнопочку, вы должны проверить тот ответ, который ввел пользователь. Скажем, если он введет слово Apple. Так, если это равняется тому, что было введено программой, программой в этом случае будете вы. Если Apple равняется Apple, то вы должны показать ответ. И если это будет правильно, вы должны открыть второй экран и продолжить эту игру. Всего вы должны сделать пять экранов с разными картинками. У кого-нибудь есть вопросы? Отлично. Если ни у кого нет вопросов, я сегодня заканчиваю наш урок. Спасибо вам за ваше внимание. Хорошего вам дня. Спасибо большое. Спасибо. Наш следующий урок, девочки, будет в четверг, потому что в воскресенье, в субботу уже праздник будет, поэтому мы на четверг перенесли. Расписание в канале обновили. Спасибо всем. До свидания.